Книга «Открытым оком». Том 8. Тема «Промсел Божий». Вопрос 2079. Прозрительность монахов приходит в момент пострижения, или сей благодати они сподобляются уже в процессе подвижнической жизни? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Чужая душа потемки. Согласно житей, это приходило в основном к ним после огромных трудов и подвигов. Но это только исключительно редко случалось. В большинстве своем они жили, не зная, что, где и как. Их держали в шесточайшем послушании и ни шагу в сторону. Мышление должно было быть подавлено и вырезано. Главное – послушание настоятелю, авве, старцу. Послушание самое несуразное. Но только бы оно было беспрекословное и полное, абсолютное и благодарное послушание. Нет той меры отшибленности мозгов, которая выпестовывалась при этом безмозглом послушании. Нельзя было сравнить данное задание. Указание, сходится ли оно с Писанием. Эта крамола выжигалась епитемиями, пахомия, страхами митрополита Ионы, карающего смертью за малейшее нарушение его воли. Если вам выставить в ряд все, что проистекало отсюда, от этого безумного послушания, то тут уж не о прозорливости говорить, а о том, чтобы совершенно не свихнуться. Их любой шулер, даже не демон, а просто хитрый человек, обводил вокруг их монашеского пальца. Им никто не говорил этих слов. 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Ли вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 1 Тимофея 4, 16. Вникай в себя и в учение, занимайся симпостоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Сирахов, 37, 8. Цитата. Чтобы посмотреть, что случится с тобою. Государственные и церковные перевороты зарождались в недрах монашества очень часто. Принимали в этом участие и враги. Вот как это происходило. 28 февраля. Житье святого Протерия. Страница 490. Кавычки открыты. Пронырливый и лукавый Тимофей Элур, занимавшийся и волхованием, следующим образом хитро обольстил египетских монахов, живших по монастырям или подвязавшихся в пустыне. В темную, безлунную ночь Тимофей, одевшись в темную одежду, стал обходить кели иноков, и каждого называл по имени. Когда иноки спрашивали его, кто он и чего ему нужно, он отвечал, кавычки открыты, «Я, один из ангелов, послан от Бога, чтобы вы не имели общения с протерием патриарха и не принимали бы постановлений Халкидонского собора. Епископам в Александрии вы должны поставить Тимофея Элура». Кавычки закрыты. Так хитрый льстец при помощи демона прелстил их. Иноки же, не поняв козней вражеских, приняли ложь за истину. И рассказывали друг другу видение ангела. Согласились, ослеплены были яростью против святого протерия, убили его, зубами впивали все его тело, и тело сожгли, а прах его развеяли по ветру. Кавычки закрыты.